всем привет недавно в поиске новых рыболовных мест приехали мы на берег где он состоит полностью из гранита то есть одна сплошная гранитная скала ну и соответственно вот такие вот стоечки никаким образом там никуда не воткнуть в конце видео я покажу как я вышел очень легко из этого положения но сейчас вот из этих вот подставочек будем делать самую на простую треногу которая пригодится вообще абсолютно практически каждому рыбаку уверен что такой вариант изготовления осилит практически любой ну и также уверен что он действительно заслуживает вашего внимания ну что погнали для изготовления потребуется либо кусок толстой фанеры либо кусок толстой резины ну я вот буду использовать толстый текстолит здесь мне потребуется всего лишь небольшой кусочек кто-то может быть уже догадался хочу сделать вот такую вот конструкцию для начала размечу и выпилю равносторонний треугольник со стороной 8 сантиметров то есть получается 8 на 8 на 8 слишком тут ювелирная точность не нужно нужно сильно не стараться чтобы сильно не заморачиваться отпилил обычной болгаркой вот такой вот треугольничек получился теперь на нем нужно скруглить края и убрать фасочку чтобы не поранится вот такая вот заготовочка у меня получилось теперь по каждому краю треугольника нужно просверлить три отверстия которые должны идти примерно под 45 градусов и параллельно каждая вот одной стороне допустим одно отверстие будет вот так второе так третье так что-то вот такое вот должно получиться я думаю вы принцип поняли текстолит сверлится не очень хорошо поэтому буду сверлить в три захода сперва тоненьким сверлом потом потолще ну и третье сверло должно быть диаметром приблизительно как вот это вот наружная часть стоечки размечать все также будут на глаз тут опять же сильно большая точность не нужно так вот приложил стоечку провожу две линии поворачиваю опять приблизительно параллельно укладываю ну и с третьей стороны точно также отступаю примерно миллиметра по два-три видно вам не видно вот что получилось где-то вот здесь вот надо будет сверлить отверстие то есть сверло должно идти примерно под 45 градусов параллельно вот этой линии наклон должен быть у всех в одну сторону тонким сверлом наметил отверстие вот смотрите что должно получиться пока что покажу на гвоздях то есть получается все части у меня идут в наклон это уже можно сказать устойчивая конструкция теперь мне остается только расширить отверстие можно сказать вот это вот заготовочка превратится в универсальную штуковину из которой вы легко сможете сделать на берегу треногу ну и вот в конечном итоге что у меня получилось конечно если бы это я делал допустим из фанеры это бы было проще но опять же фанера на дожде может намокнуть с текстолитом ничего не случится если бы я это делаю из резины допустим из транспортерной ленты это было бы еще намного проще но у меня нет резины поэтому я сделал из текстолита сейчас чуть-чуть сниму фасочки и можно сказать изделие готово ну а теперь давайте посмотрим что у меня получилось берем наше готовое изделие берем три стоечки и втыкаем обратите внимание что втыкать надо со стороны где более такие ровные отверстия внутренняя сторона тут уже произвольно они более ближе к центру втыкаем одну втыкаем вторую и втыкаем третью вот такая вот друзья конструкция получилась друг у меня назвал такую стоечку змей горыныч из-за того что три рогатины торчит чтобы она дальше не ездила вот в этом месте нужно чем-нибудь еще закрепить можно допустим обычной веревочкой там да даже обычной леской тогда она у вас будет стоять жестко и надежно текстолит все равно немного проскальзывает ну и чтобы этого не происходило чтобы у вас не разъезжалась стоечка как я уже говорил можно подвязать либо изолентой либо веревочкой я вот нашел такие силиконовые прокладки они очень туго сюда одеваются ставили одну стоечку надели силиконовую прокладку ставили вторую поступаем точно также теперь уже точно у нас ничего никуда не денется можно ставить три удилища достаточно немного выдвинуть стоечки и зафиксировать их нужном положении в общем друзья вот такая вот конструкция у меня получилось как вы видите на эту треногу спокойно можно установить три удилища и никакое друг другу не мешает при желании можно вот эти вот стоечки выдвинуть еще повыше развести их подальше так что я считаю такая идея заслуживает внимание но сейчас как и обещал покажу как я вышел из положения на рыбалке где мы рыбачили на скалах на вышел из положения достаточно легко всегда вожу с собой на рыбалку вот такие вот резинки они часто пригождаются где-то снасти какие-то закрепить то есть у них постоянно несколько штук с собой и то есть вот взял три штучки так вот на три стоечки одел вода двинул кверху и примерно таким же макаром вот так вот развел это все дело и чтоб не соскальзывали так вот зацепил за барашки и получилась такая же стоечка на такую стойку пришлось немного еще откладывать камушками чтобы она не соскальзывала а так в принципе тоже держится то есть как раз в акциях вполне достойно получилось вот эту вот стоечку у меня друга назвал змей горыныч силиконовые колечки можно хранить прямо так вот на стоечках чтобы они никуда не потерялись ну а вот эту вот штуковину куда-нибудь бросили в рыбаловный чемоданчик и пусть она лежит когда-нибудь она вам бы пригодится это факт еще раз хочу обратить ваше внимание что если бы я ее делал из резины допустим из транспортерной ленты и просверлил отверстие чуть меньшего диаметра чем толщина стоек она бы входила еще жестче намного жестче чем в текстолит то есть тут не было уже не надо было делать вот эти вот силиконовые стопорные колечки чтобы она не соскальзывала она бы уже сидела надежно а на этом у меня все всем спасибо за просмотр и до новых встреч до новых видео подписывайтесь на мой канал ставьте лайки ставьте дизлайки обязательно пишите что-нибудь в комментариях все всем пока